Женове представляет Композитор Пьер Янсен Оператор Роже Кордия Режиссер Клод Шаброль Режиссер 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 О, нет, я только хотел мой новый люки-люк Не может быть Принесли Кладите это сюда и быстро выходите Уходите Ну? Что ну? Как всегда в форме Я совершеннолетняя и член профсоюза, доктор Да, но этим можно заниматься в тишине Комната звуконепроницаема Но не мои барабанные перепонки Я делаю то, что мне нравится и в свое свободное время Не такое уж оно и свободное То, что вы владелец, не дает вам такого права Калите, но не закалите Вы злитесь от того, что не на месте доктора Бертье Скажите, шесть недель, это сколько дней? Сорок два, а что? Около сорока, это нервирует Вашу руку, доктор Мне хочется здесь почесать Вашу руку, доктор Реакция отличная Около сорока Около сорока В чем я уверен, так это в том, что не изменится У меня всегда было призвание Поля, я тебя решительно не понимаю Я тебе говорю, что я тебя не понимаю Не мудрено Она тебя любит И она не зануда Она не глупа Да Она не из трущоб Она из хорошей, обеспеченной семьи И к тому же хорошо сложена Да Она тебе предана И что? Зачем ты ее упрекаешь? Она такая милашка Ты видел ее голову? Извини Ее голову Счет, малышка Для вас, как обычно Да А что еще? Она милашка Посмотри Именно Она это знает и вернется Если бы она была немного уродливее Она была бы лучше Я за красоту душевную А красоту душевную Ты найдешь разве что у некрасивых Это впечатление Нет Это один из парадоксов человечества Мой дорогой друг Поль, Аллан Мы ждем только вас Мы идем Ладно, идем Пятьсот Я пас И я пас Пас И я пас Тысячи Что у тебя? Фул на восьмерках С Тузани Черт Что ты берешь? У меня идея Четверть того, что мы выиграем Отложим Зачем? Возьмем фотографии всех девчонок Которых мы подцепили Через год встретимся снова И тот, кто переспит с самой уродливой Получит все деньги Почему с самой уродливой? Так веселее Веселее И без особых сложностей Меня это в тебе не удивляет Когда я думаю о восхитительных моментах Это и волнующей охоты Фотографии, господа Давайте фотографии на стол Но я имел самую уродливую Я имел самую уродливую Мы тебе доверяем, старик Ну покажи еще Неплохая грудь Но голова Есть кое-что Не очень Как только дело сделано Можешь смело ее бросать Ребята хорошо поработали А носик ничего Ты видел бигуди? Подумать только И ты ее имел? Да, но в губке Нет, в губке не считается это запрещено Но ты этого не говорил Послушай, таковы правила Это пустяки, не так страшно Ладно, господа любители Перейдем к более серьезным вещам Смотрите Вот 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 Это уродина Ты имел это? Скажи, наконец Это же монгольский мул На такое не встанет Не встанет Не встанет Не встанет Не встанет Конечно же встанет Нет возражений Хорошо Ты меня сводишь с ума Это очарование Эта верность привязывает Благодаря ей Я смог купить свою первую машину И совершить маленькое путешествие по Тунису Полезно расширить свой кругозор Посетив памятники и этнические группы Извините, извините меня Поломка Это должно быть зажигание Девять из десяти, что я прав Я сейчас вам помогу Я абсолютно ничего не понимаю в механике Никто не может разбираться абсолютно во всем Восхитительные глаза и познание в механике У вас У вас восхитительные глаза Глубокие и бездонные, как море Вы хорошо разбираетесь в механике? Я техник, мадам Мадемуазель Извините, где была моя голова? Боюсь в смазочном масле Вы очень не терпелили, мадемуазель Вы перегрели двигатель Сейчас ничего нельзя сделать Нужно дать ему отдохнуть Это уже не механик вам говорит А обычный человек Не согласитесь ли, мадам Совершить со мной небольшую проблоку? Держи, дружок До свидания Вы напрасно боитесь Я хочу вам только помочь Верно Хорошо Сейчас вместе пройдемся И я буду избегать пустынных мест Хорошо Я о вас абсолютно ничего не знаю Расскажите немного Вы знаете самое главное Что вы мне нравитесь И что вы эксперт в механике Я мастер на все руки и психолог Я очень талантлив Очень хорошо Видите, это кускус У вас красивые глаза У вас интересная манера повторять глупости У вас красивые глаза И я первая девушка Которая вы это говорите Нет, но это первый раз Когда я так думаю Неужели? Истинно В общем, четвертый Не так уж много Для такого эксперта У меня все еще впереди Нет, нет, оставьте Возьмите это Так будет намного лучше Нет, нет, я вас прошу Мне бы хотелось вам сказать кое-что приятное Давайте Как вы мне нравитесь Вы уже говорили это Ваши уши очерчены именно так, как мне нравятся Спасибо Ваш нос У вас неплохой носик Увы В ваших бровях Есть что-то античное Это привычка путешествовать Ну что, мы просто разговариваем Мне бы хотелось знать Куда вы завтра направляетесь Пожалуйста В монастир В монастир Как это смешно Я тоже туда завтра иду Это было бы преступление Пойти туда без вас В монастире Есть множество гидов Да, но не всегда столь благосклонных И еще И что еще? Я вам до такой степени не нравлюсь До свидания Я вам завтра позвоню Меня зовут Кристин Дюпон Главное не торопить события С некрасивой нужно обращаться лучше, чем с красивой Нужно быть последним хамом Чтобы слишком спешить Так как может возникнуть подозрение Что кто-то мог польститься на такой шарм Смотрите Нет Да Нет, нет Здесь есть люди Это вас стесняет? Меня нет Нет Это моя сестра Я русский Так что идите Это великолепно Самый красивый пейзаж в мире Вы уверены В том, что действительно хотите сделать то, что вы собираетесь? Абсолютно Так сделаете это хорошо Для меня это впервые Во мне не будет ничего человеческого Ой, я столько требую Это будет жемчужная гавань Я не хочу, Света Абсолютно Я не хочу, Света Я не хочу, Света Мадемуазель Дюпон, пожалуйста. Она уехала, мсье. Куда она уехала? Она не вернется, она покинула отель. Вы мсье Симе? Да. Для вас записка. Мсье, я благодарю вас за вашу доброту. Кристин Дюпон. Куда она уехала? Вы не знаете. Хорошо, скажите ее адрес во Франции. Вы должны знать ее. Если мадемуазель Дюпон вам его не оставляла, мы не можем вам его дать. Хорошо, дайте мне конверт. Вы можете передать? Мсье, мы не передаем корреспонденцию о типах, которые спят в коридорах. Очень сожалею. Расист. Кристин. Вы согрешили из скромности? Зачем покупать то, что я вам предлагал? Вы действительно не очень привлекательны. Любая женщина становится некрасивой, когда исчезает желание обладать ею. Мир полон симпатичных девушек, которые становятся некрасивыми для человека, который их разлюбил. Вы впервые некрасивы, потому что ранили меня, и я вас больше не хочу. Но ту ночь, что мы провели вместе, вспоминать буду часто. Вы были столь очаровательны, несмотря на ваши деньги. Спасибо. Спустя год, в Бордо. Вы знаете, что вы очень милы. Я вот думаю, чем это так приятно пахнет. А может быть, это вы? Не будем нарушать равновесие. Позвольте помечтать. Я знал, что встречу вас когда-нибудь. Что? Сколько еще поломок встретилось вам по дороге из Суса в Париж? Почему Париж? А вы разве не в Париже живете? Нет, я живу в Бордо. Бордо? Надо же, прошел целый год, прежде чем мы встретились. И 20 лет, чтобы мы познакомились. И еще 2000 километров. Все хорошо? Да. Что вы здесь делаете? Заканчиваю свое обучение. Какое направление? Медицина. Медицина, нет. Надо же, вы должны знать моего отца. Вашего отца? Да. Идемте со мной. Папа. Подумай только, что среди всех дюпонов я собратил дочь этого дюпона. Папа, я наконец-то встретила моего загадочного плейбоя из монастиро. Да это право, Симе. Месье. Вы все еще путаете яичник с простатой? Каков учитель, таков ученик. Нехорошо было так поступать с моей дочерью, довольно дерзко. Он пригласил меня на обед. Таких типов, как я, нельзя оставлять заинтригованными. Наконец, перед ним сидел тот мужчина, который переспал с Кристиной из любви к искусству. Чудо разума и силы воли. Он обходился со мной, как будто пересаживал почку с изнуряющим коварством, пока все не пошло в нужном направлении. Симе. Симе. Это та клиника, которую я собираюсь подарить своему зятю, если Кристин когда-нибудь соберется выйти замуж. А вот и Бертье. Доктор Симе, доктор Бертье, доктор Бертье, доктор Симе. Очень приятно. Я прооперировал троих сегодня утром. Случаи были не из легких. Ладно, мне это уже надоело. Я говорил, если Кристина выйдет когда-нибудь замуж... Месье. Да. Что будут говорить? Говорить что? Что я женился на вашей дочери ради ее денег. А пусть дураки говорят, деньги еще никогда не мешали любви. А дуракам думать? И потом. Эти вещи нужно принимать так, как есть. Давать, принимать. Все это одно и то же. Знаете ли вы, оформите раздельное имущество, и ваша совесть будет чиста, если вы так глупы. Впрочем. Что? Впрочем, с меня хватит, что меня любят таким, какой я есть. Мне нравится, когда меня любят за деньги. И я решил предоставить дуракам возможность говорить. Сегодня мы собрались в этом соборе в один из прекраснейших и наиболее важных дней вашей жизни. Маленькая Кристин, я знаю тебя с первого дня, когда склонялся над твоей колыбелью. Я знаю, какие испытания посылал тебе наш Господь, чтобы закалить твою душу, и то, как ты мужественно их проходила. И сегодня ты получаешь вознаграждение. В своей бесконечной доброте наш Господь благословляет тебя на познание разделенной любви. Твой муж, сердечный человек, наделен блестящим умом и призван быть утешением своим близким. Это к вам я сейчас обращаюсь, мой дорогой Поле. Мне понадобилось немного времени для того, чтобы обнаружить ваши исключительные качества. Кто это страшилище у бледно-голубом, которое хромает на две ноги, чтобы идти прямо рядом с твоим отцом? Даже выбор профессии является доказательством возвышенности вашей души. Это моя сестра. Она маленькая недотрога. Ради этого случая она приехала из Лондона. Я хочу показать вам кольцо. Кольцо, круглое как О. Центральная буква в слове «любовь» и символ вашего союза перед Господом. Поклянитесь друг перед другом. По воле и без принуждения? Да. Клянетесь вы в верности на всю жизнь? Да, на всю жизнь. Кристин, согласна ли ты стать моей женой? Да, я согласна стать твоей женой. А ты, Поль, хочешь ли ты быть моим мужем? Да, я хочу быть твоим мужем. Я принимаю тебя как супруга и вручаю себя тебе. Я принимаю тебя как супругу и вручаю себя тебе. Я принимаю тебя как супругу и вручаю себя. Вы хотите что-нибудь выпить? Нет, спасибо. Я умираю от жажды. Вот как? Вы танцуете? Я была в Лондоне. Неужели? Это было великолепно. Вам понравилось? Да, очень. Почему вы не остались? Я приехала повидать вас. Лучше. Оставляю его тебе. Я вернусь на Кристины. Она меня раздражала, эта невестка. К счастью, она уехала путешествовать в Черный лес, чтобы совершенствоваться в немецком языке. Снова она появилась только на Рождество. Вы не против, если она будет работать с вами? Как это? У нее в голове витя. Я хотел бы, чтобы она чем-то занялась. Посадите ее на телефон. Хотя нет, она все перепутает. Лучше в приемную. Подумай только. Он предложил мне ее как премию. Он очаровательный, этот домишко. Кто в нем живет? Никто. Когда-то это было жилище охранников. Должно быть, они здесь не скучали. Скажи, Кристин, когда я думаю, что мне приходится жить в рабочем пригороде, умирать от скуки, слушать топот лошадей, заниматься любовью субботними вечерами, мне становится грустно. Жить здесь было бы чертовски практично. Совсем рядом с работой. Ты не находишь? Этот дом пустовал в течение 10 или 15 лет. Посмотри, как здесь грязно. Я не боюсь. Взмах метло, и неделя малярных работ, и будет рай. Хорошо. И как ты ее обставишь? У тебя есть мебель? Папа довольно богат. Я уверена, что он понравится Жозефу. Жозеф? Кто это Жозеф? Я тебе не говорила. Я, может быть, выйду замуж. О, Мартин! К счастью, помолвка не заставила себя долго ждать. У меня такое впечатление, что мы здесь делаем черт знает что. Скажите мне, это тот молодой человек? Да. Рад познакомиться. Я всегда питал слабость к свекле. Отлично. Этот простафиля был землевладельцем. Где Мартин могла его отыскать? Во всяком случае, такое родство мне не нравилось. Я начал его тайно хулить, искусно смешивая мягкую критику и отравляющую похвалу. Что касается Жозефа, то тет-а-тет, я объяснял ему, что женился он не на Деве Марии. Но этот осел был упрям, как ослица. Это провал. Если я правильно понимаю, бывают года не урожайные, которые являются катастрофой, или года урожайные, и происходит обвал цен. Или года средние, и тогда иностранная конкуренция пожирает рынок. В этом вся драма. А, ну да. Что это такое? Мой новый трактор БХ-15. Полностью автоматизирован. Чудо. Это чудо? Это лучшее, что выпускается. Даже русские завидуют. Однако они чемпионы в сельском хозяйстве. На земельных участках под наклоном устойчивость 2 плюс 2 и без разницы. Ось защищена усиленным картером. Он мощный? Мощный 100%. Значит, 25 на 100 распределено на каждое ведущее колесо. Никто не будет завидовать. Расход топлива ничтожный. Если бы я знал раньше. Два года я мечтал. Дорогая, я бы хотел проехать с тобой небольшой кружок. Дорогой, я только что от парикмахера. Какая четкость линии. Посмотри. Ты видишь, дорогая? В этом вся ваша жизнь, старик? Для чего все эти штучки? Будь осторожен, малыш. Что случилось? Ничего. Давай вставай, старик. Не делай заинтересованный вид. В момент погребения нашего брата мы просим тебя, ты, кто воскрес. Позволь Жозефу Мелвилю покоиться с миром в этой могиле до его пробуждения. Чтобы он видел в небесах, в светлом твоем лике, свет без заката, во веки веков. Аминь. Не стоило впадать в отчаяние. Бедняжка. Я приложил все усилия, чтобы вернуть ей ее очаровательную руку. Пришло прекрасное утро, и плутовка тотчас же вышла из своей депрессии. Она принялась отлавливать женихов, как кроликов в заповеднике. Капангарин. 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 Это мне кое-что напоминает. Вперед. Рад с вами познакомиться. Кажется, вы страстный поклонник рыбной ловли на реке. Я тоже обожаю. Великолепно. Мы составим команду. Этот мне тоже не нравился. Есть, одного поймал. Очень хорошо. К счастью, провидение не заставило меня ждать. Ну что, клюет? Клюнет. Это нелегко. Да, я против света. Между большим и указательным пальцами. Ну вот, все. Подожди. В момент погребения нашего брата мы молим тебя, ты, кто воскрес. Позволь Артуру Регард покоиться с миром в этой могиле до его пробуждения. Остальных я устранил другими способами. Что это? Это сова. Ничего не поделаешь. Вы включили, мансиньор. Если вы будете резать вот так. Будете резать вот так. Больной умирает. Вот, он ваш. Извините. Это просто хвостянское свидетельство. Рад с вами познакомиться. Я за левых. Извините, мадам. Вы прошли уже добрачный осмотр. Сделайте это здесь, в клинике. Вы сэкономите 50 франков. Спасибо, доктор. Он мне не нравился. На этот раз проведение покинуло меня, и я вынужден был обратиться к себе самому. КОНЕЦ Мерзавец. Тебе недостаточно того, что ты сломил мою невестку? Но... Тебе нужна моя машина сейчас? Послушайте. Заткнись. Впрочем, я получил твои анализы сегодня утром, и у тебя сифилис, мой друг. У тебя сифилис. У тебя сифилис в самой середине. Кстати, верни мне мои 50 франков. У меня нет никакого повода делать тебе подарки. Спасибо. Вы еще и со старухами этим занимаетесь? Мсье, но это моя мама. Браво. Ты и с мамой спишь. Все, давайте, расходитесь. Расходитесь. Мне хватило двух дней, чтобы она пришла сюда. Моя грубость позволила сэкономить, по крайней мере, на погребении. Моя грубость позволила сэкономить, по крайней мере, на погребении. Я могу сесть? Да. Я очень люблю Кристину. Я тоже. Я ее очень уважаю. Это ее заслуга. Она великолепная девушка. Великолепная. Это безумие, как много она значит для меня в этой жизни. В минуты... В минуты тяжелые, когда чувствую себя одиноким. Или когда нужно бороться. Вам лучшего и не найти. Я ее называю женщиной сердца. Она делает все для меня, для моих друзей, для всех людей. Я кое-что знаю. Что касается меня, я тоже все для нее делаю. Конечно. И еще она умная. Очень. Бакалавр в 16 лет. Ученая степень. И еще попытка в изучении голландского языка. Еще пианино. В отличие от нее, я была лентяйкой. И, наконец, вы не знаете... Она не синий чулок. Совсем нет. Наоборот. Приготовление еды. Уборка дома. Варенье. Вы только подумайте. И она меня любит. Больше всех. Когда я думаю о том, что не мог бы поехать тогда в Тунис... Мне кажется, что моя жизнь прошла бы бесцельно. Я ей обязан. Но... 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 Мартин. Варенье. Варенье. Да. Если Кристин... Она спит. Я дал ей знакомое. Притом, она будет долго спать в это время. Вставай, лентяй. Сколько ты можешь спать? Ты думаешь, это полезно? Я не думал, что вы любите детей. Мне пришла в голову мысль, как предохранить эту маньячку за мужество. Я установил, что эти пилюли весьма похожи на другие. Я хочу пить. Да. Ничего страшного. Только отбить охоту искать других. Держи, малыш. За стол. Вы все прекрасно устроили. У меня задержка. Нет. Я тебе уверяю, что да. Ты не первая, с кем это случается. Прожаренный или с кровью? Анализы отрицательные. Я же говорил, все хорошо. Все еще ничего. Оль, это ужасно. Ужасно. Ты не отдаешь себе отчет? Нет, я отдаю себе отчет. Если не получится, я попрошу Бертье. Он с удовольствием окажет мне эту услугу. Почему не ты? Ты расстроен? Я расстроен. Это был укольчик розовой водой, который должен был великолепно отразиться на ребенке. Все просто замечательно. Вы на протяжении месяцев спите со своей невесткой, и никто вас еще не поймал. Это моя черта артиста. И, наконец, чтобы вы не делали, зовите меня не тогда, когда ребенок появится на свет, а для сохранения. Все хорошо, мадам? Да, но моя нога... Но уже лучше. Все пройдет хорошо, не волнуйтесь. Бедняжка, как всегда, боялась. Единственный момент, который меня беспокоил, это выкидешь. Бертье заявил, что уже слишком большой срок, чтобы прервать беременность. Я изобразил уничтоженный вид и затем стал возмущаться. Но это невозможно. Даже студент третьего курса справится с этим. Найдите кого-нибудь. Пусть едет в Швейцарию, если хочет, но я не хочу брать на себя такой риск. Главное для нее было спрятать лицо, а не все остальное. Это признак настоящего огорчения. Цена всех усилий. Я преуспел в организации нашей чудесной жизни на протяжении четырех лет. Это было полностью обновлено Виолетта и Ледюк. Все это? Но где Клодин? Секунду назад была здесь. Разве? Клодин? 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 Я уверен, что в этом замке есть темница. Клодин! 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 Наконец-то. Вот она, маленькая девочка. Маленькая стерва, которая направилась в подземную темницу. Кстати, ты могла бы повнимательнее присматривать за своей дочерью. И ты... Ты станешь испорченным отцом. Это племянница. Моя. Было утро 22 января. День, когда созвездие Козерога уступало место Водолею. День, когда созвездие Козерога уступало место Водолею. Малышке будет полезен солнечный свет. Давай, поторапливайся, иначе опоздаем. Мы опаздываем. Да. Если хочешь, я могу повезти машину. Кто? Я поведу. Ты? Я попробую. А Мартин? В данный момент она должна быть на седьмом небе. Что за идея поехать в то место, которое она совсем не знает? Марбелла? Миллионер, бездельник. Она никого не знает. Успокойся, все будет нормально. Да, эти кислые мины... Позволь ей жить так, как ей хочется. У меня болит голова. На. Держи, глотни. Поль, Симе, сейчас не время для сна. У вас глаза синие-зеленые, у вас больная печень. Но спокойствие, вы не на консультации. Девочки из КБР говорят друг другу, что они все девственницы. Поль, Симе, сейчас не время для пения. Почему? Мы вас судим. Это суд вашей совести. Это вам закроет рот. И как? Снимем ему кольцо. Круглое, как О. Мы вас обвиняем в неуемном распутстве, непреодолимой импульсивности, эстетическом помутнении, в искусстве воспроизведения себе подобных. Вы идиот, месье президент. Я ставлю С и две маленькие точки, месье президент. Он спит со своей матерью. Что? Виновен или невиновен. Я себе льщу, соблюдая все приличия семейной жизни. Все счастливы вокруг меня. Я действую на благо всех. Я все еще питаю слабость к свекле. Отлично. Поспеши, мы можем опоздать. Я увожу свидетелей. Кукольный генерал Симе. Я хочу поздравить обвиняемого. Он более чем француз. Это более чем француз. Да, здравствуй, франция. Следующий. Я люблю эту овечку. Я прижимаю ее к своему сердцу, которое также является и сердцем церкви. Извините меня. Вы видите? Вас режут. Позовите медсестру. Я пришел починить трубу. Позвольте мне воспользоваться вашим присутствием. Достаточно. Причина ясна. Месье Поль Симе, суд вашей совести после завещания единогласно оправдал вас. Примите поздравления от суда присяжных соседателей. Браво! Мне больше нечего добавить права. Вы несете за это ответственность. Жандарм Симе, месье Президент, вы видите оправданного и дайте ему на ночь вашу девочку. С радостью, месье Президент. Господа, заседание закрыто. Вы знаете, я начинаю волноваться. Из-за чего? Под гипсом, будто дерево. Это должно быть уколы. Все заживет очень быстро. Ничего не бойтесь. Это мило. Она думает только о том, чтобы переспать. Что это значит? И ты знаешь с кем? С Бертье. Да, это меня не удивляет. Тебе меня не хватает? Конечно. Это для кого? Для моей племянницы. У меня же нет дочери. Ты знаешь, что я об этом думаю. Во всяком случае, с этим гипсом, моя дорогая. А Мартин? Она вернулась вчера вечером. Да? Она тебя целует. Да. Издалека. Почему? У нее грипп, и она должна лежать в постели. Думочка. Дай мне мои ядротики. Дай мне. Кажется, она опять запала на одного типа, довольно неплохого. Какого типа? Ты вспотел. Какого типа? Я не знаю. Она его прячет. Утрата предыдущих послужила уроком. Она стала осторожной. Выключи кондиционер. Ты не знаешь, чего ты хочешь. Ты знаешь, кто он? Кто? Этот тип. А, дружок. Она говорила как-то неопределенно. Я думаю, это приятный мальчик. Немного толстый. Это не ее стиль. Должно быть, это друг. Ситуация Мартин с девчонкой, которая не имеет отца, у нее просто нет выбора. Подай мне мои дротики. Я вас уверяю, старик, я абсолютно не чувствую своих ног. Это вторичный эффект. Нормальная реабилитация. Кстати, я все-таки хотел бы узнать мнение профессора Монтелье. Что вы об этом думаете? А мои снимки? Снимки отличные. Так почему вы их мне не показываете? Откройте дверь. Зачем? Я прогуляюсь. Я уже ничего не соображаю. Я задыхаюсь. Оль, я вас прошу. Куда вы направляетесь? В Бордо. На ярмарку. В сторону. В сторону. Она глухая. Что вы здесь делаете? Это мое дело. Что-то не так? Замолчи. Я вас отвезу. Да, только тихо. Уберите эту старуху. У нее дурной глаз. Надо же. Даже не верится. Ты загорел, а? Подойди немного ближе. Почему ты так смотришь? У меня всего одна минута. Почему? Меня ждут. Я должна сделать покупки. Что это за новый стиль? Я нашла это в своем почтовом ящике по возвращении из отпуска. О, нет. Что ей нужно, этой старухе? Убирайтесь. Мне не нужны ваши розы. Убирайтесь. Эта ведьма абсолютно ничего не слышит. Уже закончили с этими розами? О, Господи. Старая неряха. Мадам, я работала некоторое время в публичном доме «Серебряная сигарета» в лесу Капсьо. Когда какой-то тип приезжает на шикарной машине с номерным знаком медицинского работника, в конце концов становится известно, кто он. Первая вещь, которая вызвала у меня отвращение, это когда он мне сказал, что для баловства с резинками ему не требуются шлюхи. Все, что ему нужно, у него есть дома. Потому что у него некрасивая жена, и что у родины наиболее отвратительны. Вторая вещь, которая вызвала у меня отвращение, это когда однажды вечером он был пьян и рассказал мне о своей невестке, то есть о вас. О том, что он специально с вами закрутил, чтобы помешать вашему замужеству. Он полное дерьмо. Что за глупости? Держи, развлекайся. Мартин. Мартин. Подписано, Лулу. Бертье, срочно зайдите. Мне кажется, все элементарно. Только два человека знали о вашем секрете, вы и я. Вы не рассказывали, я тем более. Остался третий человек. Сама Мартин. Знаете, что я думаю? Она сама послала это письмо. Зачем? Чтобы сказать, что она о вас думает. Из-за посещения шлюх. Не понимаю. Хорошо. Она узнала, что вы бываете время от времени в борделе. Вы туда ходите? Да, как все. Ты меня задушишь. Но она не знает, как разорвать отношения. Учитывая то состояние, в котором вы находитесь. И, наконец, она изобретает эту путаницу, чтобы избежать объяснений. Что вы можете ответить безупречной матери? Кто вас отправлял к ягодицам толстый лун? Бертье, это невозможно. Вы не отдаете себе отчет. А что, если она нашла настоящую причину, чтобы начать заново свою жизнь? Но я же сделал ей ребенка. Верно. В то время, пока вы здесь, она могла завести жениха. Не так ли? Не волнуйтесь. Хотите успокоительнее? К черту, ваше успокоительное. Это произошло вчера, после 12. Мы привезли ее сюда, когда ты разговаривал с Бертье. Бертье испробовал все. Она упала с 8-метровой высоты и разбилась о скалу. Бедная малышка. И бедная Мартин. Я хочу ее увидеть. Я хочу ее увидеть. Нет, нет. Это ужасно. Не стоит. А Мартин? Она все время сидит в своей комнате и никого не хочет видеть. Она еще выйдет замуж. И будет иметь детей. Н mogу не будет. Нет. Нет. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, как я и говорил, идеальный перелом. Для погребения. Какого погребения? Прошу меня простить. Она тоже думает, что это из-за моей ошибки. Нет, я здесь ни при чем. Оставьте меня. Продолжение следует... Король. Да, месье. Принесите мне снимки. Вам только что их показывали. Нет, не эти другие. Любые другие. Но, месье... Делайте то, что я вам говорю. Позовите мне доктора Бертье. Он в консультации. Мне наплевать. Прошел месяц и три дня после аварии. Вы просили мою жену, чтобы я подписал генеральную доверенность. Это означает, что... Что нужно это сделать быстро. Это тоже рискует онеметь. А это... Когда это тоже... Я не понимаю, что вы хотите этим сказать. Вы не устали? Идите и принесите мне снимки. Настоящие снимки. Король. Принесите мне снимки доктора Симе. В первом ящике моего бюро. Справа. Бежевый конверт без надписи. Спасибо. Спасибо. Красивая работа. Вы причинили столько боли, чтобы склеить кость, которая более никогда не будет служить. А уколы... Это для того, чтобы создать иллюзию? Я на вас не злюсь. Уже длительное время я не чувствую своих ягодиц. Чем вы руководствовались? Скажите мне правду. Потому что сейчас самое подходящее время. Это так неприятно для паралитика все дни ездить в коляске. Это лучше, чем ничего. В маленьком удовольствии мне тоже отказано. Итак, диагноз. Я останусь мужчиной. Дайте мне прикурить. Я пострадал, а вы дрожите, Бертье. Спасибо за все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Я был хорошим мужем. Я думаю, сколько у меня терпения для этих страданий. Сейчас это мой удел, скрытая немощь. Я так уродлив, что на меня невозможно смотреть. Хороший индейец. Хороший индейец, мертвый индейец. Подобно паралитику. Да, моя дорогая, приятное оживление. Противозачаточные таблетки, которые ты вечно таскаешь в своей сумке. Забудь их здесь, на моем ночном столике. Поль, нет, не говори так. Не волнуйся. Пошутим, как прежде. Налей нам выпить. Дай мне бумагу и острый карандаш в моем ящике. Зачем? Дай. Я ниже подписавшийся. Я забыла водку. Поль Симе. Доктор. Хочу сократить свои дни. преднамеренно и здраво обдумав. Прошу никого не винить. Ты сумасшедший, мой дорогой. Абсолютно сумасшедший. Я никогда не был менее сумасшедшим. Я позвоню король и скажу, чтобы она тебе прислуживала день и ночь. Какая разница между смертью и смертью в жизни? Что это меняет для тебя? Кристин. Или ты мне поможешь? Или я обойдусь без тебя? Налей мне выпить. Какой молодец, Бертье. Ты можешь оказать доверие в отношении клиники. Кроме того, оставить ее ему. Почему нет? Он немного простофиля, но, по крайней мере, он сделает тебе детей. Поль. Послушай внимательно, что я тебе скажу. Что касается прибыли, он получит все, что захочет. Но храни свой капитал. Успокойся. Он не получит свою косточку, пока не сделает все, как нужно. Ты меня любишь? Да. Я тебя люблю, так как ты того заслуживаешь. Хорошо. Хорошо. А сейчас уходи. А обед? Спи спокойно, дорогой. Завтра будет лучше, вот увидишь. Проконсультируемся у самых лучших специалистов. Я повезу тебя в Нью-Йорк. Уходи. Да. Так. Хорошо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...